Для определения оператора приведения к типу тоже используется специальный синтаксис. Напомню, что данный оператор используется в тех случаях, когда мы хотим задать приведение от типа А к типу Б, и применять его стоит в тех случаях, когда на этот тип Б мы не можем никак влиять. Если бы мы могли повлиять на тип Б, то внутри типа Б можно было бы определить конструктор от значения типа А. Если же этот тип Б является библиотечным, например, или некоторым встроенным типом, то тогда для приведения к этому типу можно определить оператор приведения. Синтаксис оператора приведения отличается от синтаксиса всех оставшихся операторов тем, что в его сигнатуре не указывается возвращаемое значение, так как это делается для обычных методов. Да, напомню, что оператор приведения это один из тех операторов, который должен перегружаться именно как метод. Давайте посмотрим на примере. Пусть есть класс String, и мы хотим научиться приводить объекты типа String к значениям типа B. Тогда мы определим оператор, который будет называться оператор bool. То есть возвращаемое значение, тот тип, к которому приводимся, он уже есть в названии метода, поэтому его не нужно указывать как формальное возвращаемое значение соответствующего методу. Ну и при реализации данного метода будем просто проверять, что строка не пуста. Если строка не пуста, size не равен нулю, то значит вернем true. Если строка пуста, будем возвращать false. Как можно такой метод использовать? Давайте еще определим оператор приведения от класса строки к строке в стиле C, то есть к charcon в звездочке. В таком случае нам потребуется написать оператор charcon в звездочке, это будет оператор приведения к строке в стиле C. И внутри реализации данного метода можно воспользоваться оператором приведения bool. То есть в данном случае мы проверим, что строка не пуста. Если не пуста, тогда мы вернем тот указатель, который здесь хранится. А если строка пуста, мы вернем литерал соответствующей пустой строке. Ну потому что в противном случае мы бы вернули нулевой указатель, и дальше кто-то снаружи мог бы по этому нулевому указателю обратиться. Это привело бы к плачевным последствиям. Замечу, что в стандарте 2003 года для оператора приведения к типу нельзя указать ключевое слово explicit. Как это можно сделать при описании конструктора от одного аргумента? Соответственно, все преобразования, которые задаются при помощи оператора приведения к типу, они работают в том числе и неявно. Это было исправлено в стандарте 2011 года. Но вот, значит, если вы будете писать программу для старого стандарта, помните о том, что описание конструкторов от одного параметра предпочтительно, в том числе и потому, что у данного конструктора можно указать слово explicit и таким образом избежать неявных преобразований. С оператором приведения типа такой вот в втором стандарте не пройдет, а в новом можно указать слово explicit и все будет работать хорошо.